Кому сегодня понадобилось перекрасить Украину в коричневый цвет? Цвет фашизма и нацизма. Кто сделал так, что сегодня тысячи молодых людей ходят по городам, зигуют и выкрикивают хайль? Кто убедил их, что они лучше и выше других людей? Вирус нацизма сегодня свирепствует на Украине, пожирая неокрепшие души. Смотрите наш фильм «Украина. Обыкновенный нацизм». Это не раскрашенная хроника 1941 года. Когда 30 июня во Львов вошли гитлеровские войска. Это наши дни. И это флешмоб украинских нацистов в современном Львове. Когда смотришь эти кадры, поневоле погружаешься в страшное прошлое. Лето 1941. Время на Украине будто пошло вспять. Присяга укронацистов дивизии СС Галичина 1944 год. В Пшеворске в присутствии губернатора СС бригады фюрера доктора Вехтера произошло первое запрещение юнаков СС, выставленных с украинской молодой. Украинские юнаки СС после соответствующего в школу будут служить в райху, как помечники против летуинской артиллерии. А это уже наши дни. И такая же присяга. Сегодня на Украине легально существует более десятка международных нацистских организаций, начиная от трезуба имени Степана Бандеры и заканчивая мизотропик дивизион. А ведь еще 30 лет назад в Киеве вот так отмечали 9 мая, великий и незабываемый день. Ни о каких нацистах и речи быть не могло. Молодежь, ветераны, все вместе. По центральной улице Киева, Крещатику, прошли войска киевского гарнизона. Украина потеряла в годы Второй мировой войны около 7 миллионов своих жителей. Украинцы воевали практически на всех фронтах и входили также в состав канадской, польской и американской армии. При освобождении Украины было проведено более 20 больших военных операций, в ходе которых погибло более 7,5 миллионов воинов. День победы, он останется для нашего народа, народа Украины, для народов Советского Союза, останется вечным праздником, который будут отмечать и вспоминать тех, кто отстоял родину от фашизма. Украина, Лина, вот она это самое сильное! Эй, вот, говоришь! А это 9 мая 2019 года, Киев. Нацистские молодчики окружили нормальных людей. Я тебе не мешаю, и ты мне не мешай, понял? Ты не будешь мне сегодня воровать, и ты не будешь нам мешать. Я кто, я киевлянин, я киевлянин, я люблю эту землю, я люблю свой народ, я люблю свою страну, это мой праздник, это святой праздник. Вы мешаете, вы глумитесь. На гильяку! На гильяку! А что вы думаете по этому поводу? Почему? Мерзость. Дурачье! Дурачье просто! Моего деда убили бандеровцы, мирного человека, ни за что. Украина! Вот она тут все! Кому деду! Мерзость! Ну что вы, наше место, еще теперь. А мы еще приехали. Вот это все Нарнопутин привез к Евразии. На Донбассе, на Донбассе. Нет, 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 нет Украины. Ты хочешь сказать, что на Донбассе воюют украинцы между собой. Скажи, им военнопленными передали в 2018 году. Донбасс это Украина, Украина обмен военнопленными. Передали сколько граждан Украины, наша украинская сторона, Донецк. Это кто это? Они украинцы? Чего вы давили людей, что они взяли автомат в руки? Со своей мовой? Да разговаривай, как хочешь, я хочу на русском разговаривать. Батера Шухевич – герои Украины! Батера Шухевич – герои у народу! Что же случилось за 30 лет с этой несчастной страной, где выросла такая молодежь? Ведь их деды и прадеды воевали с фашизмом. А они, придав память предков, стали последующими нацистов. Кто виноват в этом? Вот такой теперь стал Киев, город, где я родился. В городе стоят фашистские боевики, которые не дают пройти людям. По городу стало опасно ходить с георгиевской ленточкой. Незаконное вооруженное формирование. В основном это укомплектованное молодежью, которая родилась уже после СССР. А виновата власть. Местная, украинская власть. Сначала это был первый президент, незалежный Кравчук. Бывший коммунист, противник бендеровцев, ярый антинационалист. А потом, приобувшись в августе 91-го года, и стал уже ярым нацистом. И, конечно, американские кураторы украинского происхождения, которые все 50 лет мечтали о реванше. После разгрома гитлеровцев в 45-м они сбежали из фашистской Германии в Америку. Тамошняя элита их прикормила, и они стали застрельщиками фашизации Украины. Сразу после войны те люди, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, были вывезены частично в Западную Германию, частично в Великобританию, а затем в Соединенные Штаты и в Канаду. Многие украинцы попали в Канаду и в США, и, собственно, на протяжении всех этих последующих лет в Соединенных Штатах и в Канаде сформировалась очень сильная украинская диаспора. Эти переселенцы создали многочисленные украинские организации. Эти украинские организации лоббировали парламент Соединенных Штатов и Канады. И, конечно же, они проповедовали наиболее агрессивную политику в отношении Советского Союза. Из этих организаций вышли много деятелей, имена которых впоследствии стали известны. Ну, например, Екатерина Чумаченко, как известно, родилась в Чикаго. Ее родители как раз и были, и повстречались в лагере для перемещенных лиц. Возращивалась будущая первая леди Украины в лоне церкви Рунвиры, то есть ридной украинской веры. Эта вера проповедует, что все европейцы пошли от украинцев. И украинцы – это высшая раса, а остальные народы – это низшие расы. И, собственно, вот такие посылы в церкви родной украинской веры, они очень напоминают изыскания, духовное и мистическое изыскание Третьего Рейха. И неудивительно, основателем Рунвиры был Лев Селенко. Лев Селенко ранее был гаупштурмфюрером СС и с изысканиями Анонерба в мистическом бюро Третьего Рейха был очень хорошо знаком. Таким образом взращивалось второе поколение украинских коллаборационистов. Известно, что впоследствии Екатерина Чумаченко в молодые годы работала в государственном департаменте, работала в Белом доме в администрации Рейгана. Ну и затем чудесным образом она повстречалась с Виктором Ющенко в салоне самолета, а дальнейшая судьба ее известна. Есть очень интересная фотография, сделанная в 1983 году на заседании антибольшевистского блока народов. На этой фотографии 22-летняя Екатерина Чумаченко стоит при обнимая Джин Кирпатрик, Джин Кирпатрик была послом в Соединенных Штатах при Организации Объединенных Наций, и Ярослава Стыцко. Ярослав Стыцко – это один из крупнейших лидеров украинских националистов. Он также после войны нашел пристанище в Германии. На 10-й день войны в форме вермахта он вошел во Львов, объявил независимую Украинскую республику, а себя ее премьер-министром. Сразу же после этого начались погромы. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий выращивали вот таких людей, которые, собственно, и в годы Холодной войны делали все, что могли для того, чтобы противодействовать советскому влиянию. Но после распада Советского Союза они вернулись на Украину и, собственно, начали свой путь к власти. Дальше при попустительстве второго президента Кучмы националистические настроения на Украине стали крепнуть и приобретать четкий вектор – мы не Россия. А ведь отец Кучмы – кавалер ордена Красной Звезды. Он умер от воспаления легких в госпитале под Новгородом, спасая своих товарищей на переправе, когда защищал советскую родину от фашизма. И вот теперь Леонид Данилович Кучма наградой своего отца стыдливо прячет глубоко в сейф. Ведь сегодня нельзя показывать советскую символику на Украине. Это уголовно наказуемое преступление. А потом пришли времена Ющенко. Именно при Ющенко националистическая пропаганда стала откровенной и агрессивной. Американцам, Вашингтонскому обкому, нужна была Украина как анти-Россия. И на этот проект были направлены все силы и средства. Дело в том, что когда у Вас под ногами начинает гореть земля, то Вы начинаете искать какие-то точки сборки. Единственная точка сборки, которая есть вот там на Западной Украине, это обращение к старой европейской аристократии. То есть мы с вами, мы с Ватиканом. Эта логика началась с окатоличивания Польши, потом с окатоличивания православной части Литвы. Зачем эта территория Ватикану? Это отдельная тема, у них там свои заморочки. Но факт состоит в том, что они пытаются воевать с Россией, как с неким историческим злом. Это логика вот этой вот многовековой геополитической схватки. Но вот эти вот люди, которые жили всю жизнь на территории вот этого вот фронтира, вот между Западом и, условно говоря, Венгрия – это Запад, а, соответственно, Киев – это Восток. А вот то, что между ними, это линия фронтира. Но люди, которые живут там, вот в этом фронтире, они все время смотрят во все стороны. Знаете ли вы это? Партийных членов КПСС на 100 тысяч человек в СССР больше всего было во Львове. Вот. А и по этой причине они сегодня, те, кто пришел к власти на разрушение СССР, они ищут для себя точку опоры. И другой точки они не видят. В 2014-м мечта англосаксов – стравить славян меж собою – практически осуществилась. Команду марионеток-исполнителей подбирали с особой тщательностью. Порошенко, Яценюк, Аваков, Поруби, Кличко. У них у всех ничего личного, только бизнес. А вот дети, которым альтернативу не рассказывают, которым объясняют, что есть только украинский язык, которым рассказывают версию только украинской истории – это погибшее поколение. Поэтому все русскоязычное должно быть ликвидировано. На худой конец англоязычное, но тоже очень осторожно, потому что там могут вылезти вещи, которые совершенно не нужны. И в результате происходит массовое оболванивание. А чем больше вы оболваниваете, тем быстрее люди начинают искать простые решения. Евгения Бильченко преподавала в Киевском университете имени Драгоманова. Уволена только за то, что отказалась сокращать программу лекций по русскому языку и литературе. Уничтожим культурную память, уничтожим идентичность, уничтожим человека. А человек без корней – манкурт. Это пустое место, ему все равно кем быть. Он может быть гастарбайтером, мы туалеты в Польше. И точно так же ему можно втюхать любые другие корни, которые идеология или эта власть посчитает возможным в него внедрить. Есть на набережной в городе Ялте памятник замечательному советскому писателю Юлиану Семенову. Этот человек был одним из последовательных антифашистов. Он всегда разоблачал нацизм в любой его форме. В фильме «17 мгновений весны», снятом по его сценарию, есть гениальное высказывание, которое объясняет, почему нацизм не убиваем. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес. Знаете, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение. Евреи, нация, которая пережила Холокост, они на генном уровне чувствуют опасность любого нацизма. А Украину пропустили. Очевидно, что большая часть данных о Второй мировой войне и Холокосте на Украине является недостоверной. Это касается придуманной информации о героях, которые сотрудничали с нацистами и участвовали в злодеяниях Холокоста. Израиль, и мы возражали против этого, но проблема в том, что многим странам Восточной Европы с новой демократией нужны герои, которые сражались против коммунизма. Но что, если эти люди помогали истреблять своих еврейских соседей? Теоретически, это делает их неподходящими для такой роли. Мы до сих пор наблюдаем подобное в таких странах, как Литва, Латвия, Эстония, Украина. А есть ли среди тех, кого вы разыскиваете, преступники или их пособники, из известной дивизии СС Галичина? Мы никогда не занимались серьезно этим вопросом на Украине, потому что знали, что у украинцев с момента приобретения независимости никогда не было политической воли, чтобы расследовать дела нацистских приспешников, не говоря уже о том, чтобы привлекать их к ответственности. Нацисты на Украине почувствовали свободу. Они поняли, что еврейская диаспора не будет вмешиваться в их дела. Ну как вы к ним относитесь? К тому же там правому сектору, ведь это такая ультра-националистическая... Ничего подобного. Ничего подобного. Они действительно активные люди. Они действительно достаточно имеют свои убеждения. Но они не ультра-националисты и не радикалы. Правый сектор выступает на еврейских мероприятиях, на еврейских митингах. В поддержку и народа Израиля был митинг, который делала еврейская общественность. Даже не еврейская, а городская общественность. Там были евреи и не евреи. Туда пришел представитель правого сектора, который сказал, что мы все вместе. И у нас нет никакого страха перед правым сектором. Нет. Ощущение враждебности с ним. Мы можем с ними соглашаться, можем не соглашаться, можем спорить, можем разговаривать. Но это люди, которые не вызывают у нас никакого ощущения угроз. Видимо, этот человек забыл про то страшное, что происходило на его родине во время Великой Отечественной войны. Давайте напомним. Львовские погромы. 30 июня 1941 года части Красной Армии оставили город под натиском вермахта. И тут же подняли голову нацисты. Бандера и Сицко, организовав отряды молодчиков, начали отлавливать евреев, поляков, русских, и началась кровавая баня. Немцы наблюдали, как националисты сводят счеты со своими согражданами. Потом настал черед Киева, урочище Бабий Яр. Здесь за несколько суток убили более 150 тысяч человек. Большая часть погибших были еврейской национальности. Нам удалось разыскать тех, кто остался в живых, кто пережил этот ад. Немцы издали приказ, что всем евреям города Киева явиться в воскресенье было в 8 часов утра на перекресток двух кладбищ, еврейского и русского, на Сырце. Это район Бабьего Яра. И вот там собрались люди со всего Киева. Люди шли, они знали, что идут на смерть, шли. Мама нас держала на руках. Володю, братика, ему было 4 месяца всего. Он родился 22 апреля. Ее назвали Володя в честь Ленина. Клара, сестричка, ей было 3,5 года, Гриша 13 лет и мне было 7. Короче, меня и брата отобрали в сторону для экспериментов. Там стояла куча, куча детей. Ну, мама же с этими двумя, с Кларой и с Володей, Володя на руках, а Клара за юбку держит. Стояла рядом. Клара увидела, что нас отделили, подняла руки Миша, хочу на ручки. Полицай увидел, что она бежит к нам по голове и бах. Ребенок упал каблуком на грудь и ребенка нет. Мама это дело увидела, потеряла сознание, ребенок упал. Полицай этот, Бендервис, подошел к четырехмесячному ребенку, ногой бьет. Маму застрелил. Все. После этого, в 13 лет, брат стал челёй. Я, конечно, еще малой был, не сильно соображал, что это. Мне так вроде пронесло немножко. Обрат посидел. Вербное воскресенье 13 апреля 2014 года в Запорожье проходил мирно официально согласованный с мэрией города марш вежливых запорожцев. Часть людей направлялась туда прямо из церкви. Только что закончилась праздничная служба. Среди собравшихся было много женщин и пожилых людей. Марш вежливых запорожцев представлял собой колонну, которая растягивалась на сотни метров. Наверное, вот так вот. Там были транспаранты, были флаги, Знамя Победы, флаги Славянской Гвардии. Митинг закончился. Основная вся часть наших сторонников начала расходиться постепенно. 2000 человек, ну, чтобы разъехались, это надо там полчаса, больше может быть времени. Мы остались просто задержать боевиков, чтобы они не пошли бить людей на остановках, потому что уже были случаи, когда били за Георгиевские ленточки на параллельной улице. Вот там остановилось 18, там наш человек насчитал автобусов, плюс еще где-то были, из которых вышло более, ну, там, порядка полутора тысяч боевиков. Очень агрессивные, вооруженные, ну, дубинами. У части из них были топоры, у них были пакеты с кислотой, которыми они уже чуть погодя начали в нас бросать. Забрасывали камнями, комьями земли. Это была ловушка. Полторы тысячи против трехсот человек. Организованные и вооруженные на деньги Коломойского боевики требовали от собравшихся на митинге людей только одного – отказаться от своих убеждений. Боевики Коломойского и местный Майдан требовали от нас отдать флаги, бросить под ноги и растоптать георгиевские ленточки, встать на колени, ну, то есть, то, что для русского человека, в принципе, неприемлемо. Милиция не могла их разогнать по одной причине. Милиция очень не самостоятельна была. Скажем так, они не могли лишнего шага сделать. Запорожцы с честью выстояли. Мы не сняли георгиевские ленточки. Но это символ нашего сопротивления, символ наших взглядов, наших убеждений. Это противостояние длилось более шести часов, пока не наступила темнота. А это тоже Запорожье. Только 9 мая 21-го года женщина вышла на улицы города с фотографией своего отца в парадном кителе и с медалями за Великую Отечественную войну. Тут же подходит полицейская и требует убрать изображение боевых наград. Это его награды. Я никого не провокую. Я никого не провокую. Это вы и провокуете меня. И ответственность. И ответственность. Вот, пожалуйста. А покажите, пожалуйста, где здесь запрещенная соответствует ее. А теперь смотрите. Так, пожалуйста, это вам. Вы можете ознакомиться. А теперь смотрите. Відповідно до статті 1 частини статті 4 закону України про засуджение коммунистического это фотография. Это не оригинал. Я вас прошу по-человечески. И я вам по-человечески говорю. Не трогайте наших отцов и память. Я не трогаю ваших отцов. Я уважаю ваших отцов. Нет, вы трогаете. Я почитаю их великим кодем. Вы мне запрещаете показать, какие у него награды. А я это имею право. Вы меня можете услышать. У нас свобода или нет? Вы меня можете услышать. Административная ответственность за это. А где моя свобода? Я не могу в день победы показать, что мой отец взял Берлин. Я не могу в день победы в своем родном городе показать, что мой отец взял Берлин. Я уважаю безумно вашего рода. Я каждого человека уважаю, который погиб за нашу страну, за нашу с вами страну. Он не погиб, он выжил. Который душу и тило по кладам. Дважды раненый был. Он второй украинский фронт, третий украинский фронт, потом белорусский фронт. Пока взял Берлин. А вы теперь не даете мне прийти и сказать батя и какие ты. Спасибо. Я еще раз повторяю. Я вас прошу, просто уберите именно изображение или просто закройте его. Я вам не запрещаю показывать. Да я не стыжусь своего отца. Да я не говорю, что вы судите. И закрываться не буду. У вас есть оригиналы этих наград? У меня все есть. Девушка, а почему в Киеве не останавливали марш? Я не была в Киеве. Я не была в Киеве. Я не была в Киеве. Я не была в Киеве не могу сказать. Я не была в Киеве поздно. Я не была в Киеве. Идемте. Правильно. Там шлизиковали нормально. Что вы тут стоите? А тут люди воевали. А вот здесь давайте остановимся. В этом заключается лицемерие нынешней власти Украины. Это город Ровно. Популярный ресторан Киевка. Здесь национал социалистической и фашистской символики хоть отбавляй. И нет никакой полиции. Слава прийме. Здоровья, слава. Маленько. Замазара. Он бачит, я куману закругу. Здесь еще и неприкрытое оскорбление по национальному признаку. Меню. Эта девочка, наверное, даже не понимает, что она говорит. А что бы вы хотели? Что-нибудь перекусить. Сытно или не сытно? Может быть, у вас есть фирменное блюдо? У нас есть анатомия москаля. Доска для повстанцев. Стейк гетманский. А анатомия москаля – это что? Карамелизированная рулька. Также туда входят печеные куриные бедрышки, колбаска-гриль, запеченный картофель, грибы и соус хренадер. Скажите, пожалуйста, а анатомию москаля долго готовить? Ну, минут 30-40. Вкусно? Сытно будет? Очень вкусно. Лучшее мясо. Самое лучшее мясо, да? Да, самое вкусное. Будет у вас таять во рту. Супер. Давай, ты мне дадёшь анатомию москаля. Прекрасный выбор. В последнее время я прихожу к выводу, что национализм в Украине приобретает формы, которые один великий мыслитель назвал обыкновенной фашизмом. То есть тот демонизм, который вылазит, обнажается из бессознательного, совершенно миролюбивых, обыкновенных людей, отравленных средствами массовой информации, где им рассказывают, что у них отобрали Крым, что у них отбирают Донбасс, что завтра войска Путина будут в Киеве или во Львове. Но я могу себе представить, сколько этих милых девушек, женщин, парней, которые раньше занимались программированием котиками и борщами, каждый день вливают в себе в уши нацистскую ложь. И этот обыкновенный фашизм – это расчеловечивание в душах обывателей. Оно, мне кажется, ещё страшнее, чем вот эти нацистские группировки, которых, по-хорошему, нужно полиции просто сажать. Российская мова – это не мова, это собачьи галки. Понимаете, с вами мы общаемся по-русски, как с туристами. Также, когда на Евро приезжали шведы, мы с ними говорили на английском. Вы русские. Мы вас спросили, говорите ли вы на украинском. Вы ответили – нет. Я вам на своём ломаном что-то ответил. Но говорить специально? Есть переводчики в России. Переводите вы нормально, так что переведёте. Про Россию вот вы так высказали. А почему? Потому что 300 лет. Нас мало в одном месте. Сегодня Украина переживает страшные времена. Для её элиты теперь герои не те, кто в этом окопе стрелял из миномёта по фашистским захватчикам. Не те, кто подбивал эти нацистские танки, а как раз те, кто, закатав рукава с пулемётами и автоматами у пуза, шёл в атаку на те самые окопы. Кто убивал людей в Бабе Миру, кто глумился над несчастными во Львове во время погрома, кто устраивал лагеря смерти. Конотоп, Сумская область. Музей авиационного полка фашистского лютваффе. Наш экскурсовод время от времени путается, кто наши в этой истории абсурда, а кто не наши. Это бытовая комната, вот немецкая. Это из Германии. Купили буржуйку немецкого образца. Сделали вот нары. Тут у нас будет сидеть один солдат, один спать будет, один стоять будет. Но это всё за деньги, которые город выделил, да? Да. Ну материалы выделили за городские деньги. А вот работы это делают волонтёры. Ну и сотрудники музея помогают им. Немцы захватили аэродром в хорошем состоянии. И сразу тут своё забазирование аэродром. И сразу после этого немцы сюда пригнали военнопленных. Они построили по чертежам лютваффе вот этот бункер. А за то, что они его построили, их тут расстреляли. Сюда только Геринг не прилетал толстый. Все остальные. Тут был начальник ВВС Венгрии, начальник ВВС Болгарии, начальник ВВС Италии. Вот все-все-все тут были. Значит, один из самых известных аэродромов лютваффа был здесь у нас в Канаду. Просвещенная Европа видит все эти страшные гримасы украинского национализма. Я родился в Варшавском гетто. Я видел, когда. Ну, не любили евреи. И когда видим, что снова фашизм приходит назад, есть неонацистские те партии, и Бабиаре, Бабиаре, это все-таки место, где начали нацисты, начали убивать евреев. И никто об этом не говорил до 61-го года. Нужно было... Евтушенко, прекрасный писатель, поэт, что написал этот стих, нет памятника Бабиаре. Тысячи людей убили, потому что евреи. Я русский. Я русский, я патриот. Но сегодня я еврей. И это нужно сказать еще раз, еще раз, еще раз. Анатолий Шапира, командир штурмового отряда, который первый ворвался в лагерь смерти освенцам и освободил оставшихся в живых узников. Вряд ли Анатолий предполагал, что 80 лет спустя президент Украины Владимир Зеленский, еврей по национальности, даст свой президентский полк для участия в церемонии похорон эсэсовца в центре Киева. Но это произошло. Летом 21-го года в центре Киева проходила церемония похорон нациста Ареста Васкула, ветерана дивизии эсэс Галичина. Выступление в Париже депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича на конференции, посвященной антисемитизму в Европе. Мэр украинского города одевает эсэсовскую форму, провожая последний путь карателя унтерштурбанфюрера Ивана Фиалова. Вот фотография Гиммлерова. Скажите людям, это возможно вообще в стране, которая болит на крови миллионов погибших украинцев? Львовская областная рака обратилась, вдумайтесь, что я сейчас скажу, к Кабинету министров Украины и Верховной Рады с требованием признать участников нацистской дивизии СС Галичина борцами за независимость Украины. Я даже еще раз говорю, я даже не трогал националистические организации. Я привел примеры только открытого чествования фашистов дивизии СС. Эсэсовской дивизии, которая Нюрнбергом, любой европейской страной считается преступникой. Как может быть такое? Как может быть, чтобы убийцам открывали память и открыто писали дивизию СС Галичина и эсэсов за чествование? Как может быть такое, что крупнейший город Львов обращается в Раду с просьбой признать этих убийц героями Украины и борцами за независимость? За какую независимость? За какую независимость? Убивать женщин и детей сотнями тысячами это независимость? Это борьба за независимость? Сейчас все пытаются подменить. Вы знаете, у нас в стране ведь как? У нас если ты что-то говоришь о том, что возрастается фашист, ты агент Путина. Ну тогда я буду лучше агентом Путина, чем буду помогать фашистам. Еще раз говорю, в нашей стране, к сожалению, сегодня именно так. Наши внуки уже многое не знают о этой войне. Они идут по улицам наших городов. Кого они видят? Памятники героям войны снимают и уничтожают. А зато появляются памятники дивизии СС Галичина. Что будут думать внуки? Ну мой-то, слава Богу, не будет, потому что я ему объясняю. Остальные, что будут думать? Что вот и есть герои. То есть сегодня, через 80 лет, после массовых расстрелов в Бомбе-Мьеру, мы ставим мемориальные доски их убийцам. Да мы что, с ума все посходили? Проводятся экскурсии по местам боевого позора дивизии СС Галичина, которую разгромила Красная Армия в 44-м году под Бродами. Тут и памятники, и кресты. Все это сейчас в запустении, но недавно многие выступали и произносили речи. Сегодня здесь водят экскурсии, формируя новую историю Украины. Мы находимся на горе Жбир. На местном диалекте это означает высота, скала, крутая гора. Здесь были расположены подразделения дивизии СС Галичина, которые должны были контролировать шоссе, проходившее у подножия. Наступление Красной Армии шло со стороны Радехова и Бродов. На этой горе, на Жбире, в 1991 году по инициативе студенческого братства, в частности, его тогдашнего руководителя Олега Тегнебока, был установлен памятник. Вот такой, как мы видим. Были привлечены средства диаспоры, в том числе и выдающихся военнослужащих УПА, которые в тот момент жили преимущественно в Англии, поскольку в них не было возможности при советской власти вернуться на Украину. Памятник был построен с согласия местной власти, которая даже уже в последние годы Советского Союза была настроена демократично и состояла из патриотов. Они далекие. Люди одевают ради смеха нацистскую форму на себя. Как, например, вот этот вот чиновник из Одессы вместе с женой обрядился в форму фашистского офицера. Памятники советским воинам, большинство которых были украинцами, именно они освобождали свою землю от фашистов, сегодня заброшены или уничтожены. Вот как этот мемориал славы. Но, несмотря ни на что, сопротивление нацизму в этой стране растет. Люди не хотят мириться с этим. Их сажают, убивают, выгоняют, но они есть. Сегодня под домашним арестом лидер оппозиционной партии Медведчук. Его соратников шельмуют, избивают, на офисы нападают нацисты, оппозиционные каналы закрывают. Но эти люди сдаваться не будут. Они, настоящие украинцы, они соль этого народа. Они вот эти, которые под чужими флагами и с чужими песнями пыжатся и делают из себя фюреров. Как, например, некто Евгений Резвушкин, разъезжающий в День Победы на черном джипе по Одессе под аккомпанемент немецких гимнов и речевок. Отрекаясь от русского имени, эти люди губят себя. Ахтунг, ахтунг. Национальный полицей Украины информировали. Еще эти фашистские марши сейчас еще транслировали, было бы вообще в Одессе. В Одессе уже на немецком транслируют. Оккупированная Одесса немцами. Я не удивлюсь, что там гнук Гитлера вылезет сейчас из той кабины. И какой номер у нее? Нет, у меня плохое зрение не видно. Три шестерки. Чисто бесовская машина под бесовским номером. Яна Айзикович уехала из любимой Одессы после 2 мая 2014 года. Спустя несколько месяцев противостояния на Гуляковом поле и страшной бойне в Доме профсоюзов, она чудом избежала расправы от рук нацистов. То есть люди понимают, что идет война. Идет война. Реальная и уже не гражданская. Идет война. Идет война Запада с нашими ценностями, с ценностями, с нашим духом. Потому что какого бы национальности мы не были, потому что наш дух русский. Все, кто вырос в Советском Союзе, потому что Советский Союз я не разделяю ни Россия, ни Советский Союз. Мы русские по духу, мы реально русские люди по духу. Елена Глещинская жила в Одессе, работала в телекомпании «Бессарабия», снимала программы про жизненный уклад, быт и культуру болгар, молдаван, румын, дагаузов, албанцев, греков и даже немцев. В Одесской области до сих пор компактно проживают десятки народов и народностей. Мы снимали про них передачи большие и маленькие передачи, старались распространить на всю Украину, показать, какое есть разнообразие, что есть в Одесской области, потому что больше нигде такого нету, потому что так, в общем-то, страна дали две национальности и все. И мне казалось, что эта деятельность нормальная, то, что мне потом это вменили, что это называется сепаратизмом, я вообще была просто удивлена. Я аж не единственный человек, кто попал в это время в тюрьму по тем же обвинениям. Там было еще очень много людей. Там в один день только, вот нас 60 человек арестовали по сепаратизму. Что от меня хотели? От меня хотели, чтобы я, во-первых, призналась, что я сепаратистка, и часть Одесской области, это Украина, я хотела отделить, естественно, по заказу России, что я работала на российскую разведку. тогда вообще, я когда слышала эти обвинения, мне даже смешно было, потому что я не удумевала, как можно вот такую вот вообще вот, что такое ересь, такую можно было вот это вот намешать все вместе. Когда вам стало не смешно? Не, ну, честно говоря, вообще сразу не смешно, потому что сам вот этот арест, это все такое, знаете, это не для слабонервных, меня там разбудили в полшестого утра, там, подняли с кровати, и детей под дулами автоматов обыск проводили, вот это в течение почти там целый день проводили обыск, и мне даже не дали подойти к детям, и вот там их держали, там, типа, на меня нацеленные автоматы, эти вот в балаклавах, в бронежилетах, чтобы всем было страшно. Этот правовой беспредел для Елены окончился только через год. О том, как она пережила этот год, и что с ней происходило в застенках СБУ, Глещинская вспоминает с неохотой. Часто бывало так, что говорят, Глещинская вам там на допрос, меня в 8 утра выводят, заводят в подвал, закрывают вот этот каменный мешок, и в 8 вечера, или даже в 10 вечера оттуда забирают. Там вот, ну, такой узкий, метр, метр, наверное, на два, там не сесть невозможно, и по стенам там, это в подвале, так как там немножко стекает канализация с верхних камер. Ну, то есть не прислониться, не сесть нигде нельзя, темно, полностью закрыто, ни окна, не стучишь, ничего, вот там тебя целый день держат, вечером выходит, ну, не получилось там, до свидания обратно. А вот журналист Руслан Кацаба, это не просто жертва нацизма, это враг государства. А стал он после того, как сделал репортаж в Луганске, за это СБУ объявило его врагом. Я был военным корреспондентом, спецкором телеканала 112 Украина. Я был первым журналистом, который, собственно, поехал в батальон Айдар. Там несколько моих знакомых служили. А потом, согласно стандартному объективной журналистике, я поехал на ту сторону, поехал в Луганск. В Айдаре часть людей реально думали, что вот Путин напал, российская регулярная армия. И когда я, согласно стандартному объективной журналистике, давал материал, тогда был первый журналист на линии столкновения. Тогда становился очень популярным канал 112, я по два-три раза выходил в прямой эфир через скайп. То есть, моими глазами украинцы видели, что в действительности творится на Донбассе. Журналист – это не просто профессия, это кредо, это миссия, потому что ты заведомо знаешь, что если ты правдивый журналист, ты наживаешь себе врагов. Если ты правдивый журналист, ты рискуешь, ты много чем рискуешь. Я, например, очень дорогую цену заплатил. Я 524 дня сидел в камере СИЗО. Они не то чтобы изменились, они снова открыли уголовное дело по тем же самым статьям госизмена. А это, на минутку, заметьте, особо тяжкое преступление против государства. Это преступление, нижняя граница которого от 12 лет и выше. И еще одна история современной Украины. Учитель русского языка и литературы сегодня это самая опасная профессия в этой стране. Татьяна Кузьмич. Ее вина заключалась лишь в том, что преподаватель русской словесности устраивала фестивали русского языка, литературные вечера и спектакли. И я на свете всех милей, всех румяк и белей. Что же зеркальце в ответ? Ты прекрасна, спору нет. Татьяна прививала детям не ненависть, а любовь. Ей помогали. Российская организация Россотрудничества выделяла небольшие деньги для этой культурной работы в рамках международной практики. Но кто-то из генералов СБУ решил, что это удобный объект для реализации операции по разгрому так называемой российской агентуры. И вот вся эта репрессивная машина обрушилась на эту бедную учительницу. Мало того, СБУшники через проплаченных сексотов на телевидении и купленных блогеров устроили травлю бедной женщине. Она отсидела срок в СИЗО. И только благодаря адвокату Светлане Новицкой ее смогли отпустить под залог. Вот фрагмент этого абсурдного суда. Ее пять часов без еды и без воды допрашивали какие-то люди, которые представлялись офицерами контрразведки. А потом на полчасика заходил следователь и составлял протокол. И ее вынуждали признаться в шпионаже, получить, как ей сказали, десятку и обменяться. Ей сказали, мы вас в обмен включим, а человек должен отказаться от всего, чем она жила всю жизнь, родителей и всего, и поехать, потому что им нужно выполнить заказ. Поэтому я считаю, что моя клиентка виновата лишь в том, что она учитель русского языка и литературы. Когда из ворот СИЗО вышла учительница, к ней тут же подскочили СБУшные стукачи и облили ее краской. Это называется геноцид. Как вы думаете, сколько вы человек убили? Как вы думаете, сколько вы человек убили? И почему вы решили, что 500 тысяч путинских денег... Животное, все тебе лучше. Возьмишь, ты бегала? Сука, ты в там крови, смотри, это на тебе кровь украинских солдат, мразь. Скотта, ты солдат наших убила. Уйдите, женщина, по-хорошему. Женщина, ты сдавала информацию врагу, и ты думаешь, ты будешь спокойно себя чувствовать в Херсоне? Мразь. Если бы не мать Татьяны, неизвестно, дошла бы она до дома или нет. Это просто женщина, которая несла русскую культуру в общине Херсона. Она стала жертвой вот этой вот компании, шпиономании. Из нее пытались Мата Хари сделать. У меня есть ее письменное заявление, где ее оставляли на 4 часа без адвокатов. Ее обрабатывали 5 офицеров контрразведки службы безопасности и просили, чтобы она еще там на 5 или сколько человек создала группу, ей список предоставляли, и чтобы она как бы и пошла на обмен. вот этот вот правовой, так сказать, беспредел, когда уголовный кодекс стал инструментом расправы с инакомыслящими, он начался вот фактически сразу после Майдана, когда в Верховную Раду пришли герои Майдана с 8 классами образования, но которые подали заявление в университет Шевченко и стали юристами за время пребывания в Верховных Радах. Или там плиточники ПТУ или которые первое, за что они взялись, это под себя подстраивать уголовно-процессуальный кодекс и уголовный кодекс. Скажите, пожалуйста, вы могли себе представить еще лет 10 назад, что за организацию там пушкинских вечеров или литературных чтений вас могут реально дать вам могут тюремный срок? Нет, конечно. 10 лет назад? Нет. С 14-го года могла представить. А скажите, как отреагировали ваши коллеги или соседи, например? У нас не было. Ну, а какие были случаи? Что больше? Больше поддерживали или больше все-таки испугались? Больше понимания. Больше понимания. И поддержка. Вы сейчас знаете, в Украине еще есть какие-то дела по такой же статье? Знаю, что несколько лет назад одна из коллег из Луцка, по-моему, она тоже по этой статье и тоже определенный период был в СИЗО. И с СУМ один из лидеров в той же стомбус был в Каитаве. Да. Я на единственном. Скажите, что бы вы посоветовали людям, которые, не дай бог, но оказались в похожей с вашей ситуацией? Не терять уверенности в том, что все разрешится, быть верным своему делу, быть сдержанным и сохранять чувство достоинства. Люди не верят в это, что она могла так сделать. Я бы ее характеризовал как порядочного человека. Нормальная женщина, нормальная женщина. А вы верите, что она могла быть шпионом? Ну как? Ни за что не верю. Нет. Сегодня в тюрьмах сидят сотни, если не тысячи людей, которые не согласны с нацистским режимом, установившимся на Украине. Этнический еврей, президент Зеленский тем временем подписывает закон о коренных народах. Закон нацистский. Закон, который ставит Украину на одну доску с фашистской Германией в 20 веке. К чему это может привести? Тоже непонятно к чему. То есть гражданская война там уже есть. Хаос есть. К чему дальше это может привести? Ну я не знаю, ну как бы титульная нация сотрется с лица земли. Вот и все. Вот те, кто себя называют украинцами. Вот здесь вот в Израиле не кара, говорят Божья, она очень быстро происходит, да. Там, как бы подальше от Бога, совсем далеко, надо ждать. Эти люди, поверьте мне, будут наказаны. И я когда-то говорила, я сказала, что я готова присутствовать на Нюрнбергском процессе для того, чтобы дать показания точно так же, как когда-то давали показания наши прабабушки, прадедушки во время трибунала над Гитлером и его приспешниками. И поверьте мне, этот процесс будет. Пусть 10 лет пройдет, пусть 15 лет пройдет, ничего страшного, я туда приползу даже на коляске для того, чтобы судить фашизм. И надеюсь, что эту гидру под названием нацизм на Украине пришибут и отрубят ей голову. Вот уже 7 лет на Украине 9 мая отмечается во фронтовых условиях. Люди, которые остались несломленными, с риском для здоровья и жизни, приходят к мемориалам победителей и чтут их память. В них, в этих людях горит вечный огонь победы, жизни над смертью. И в них никогда не угаснет сила победителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова